Всем привет! Меня зовут Оскар, это канал Макбро, и сегодня, вы не поверите, мы будем скрывать, смотреть и обсуждать новенький Macbook, какой он тяжелый, новенький Macbook Pro 16 дюймов. Вау, поехали! Все мы прекрасно знаем, как прошла презентация Macbook Pro на M3 чипе. Очень блекло. Во-первых, не было никакой прямой трансляции. Просто на сайте у себя выложили, сказали, все, у нас есть новый Macbook Pro, пожалуйста, новый классный цвет, Space Black. И я уверен, многие именно из-за этого цвета купили, потому что говорят, он вообще не ляпается. Но я вам скажу честно, еще как ляпается. Самое крутое, кстати, что всю эту презентацию Apple сняли на iPhone. Вот вам, пожалуйста, нарезочки с этой презентации. Все снято на iPhone, и backstage тоже есть, если не верите, посмотрите. Так что, я говорю, техника Apple удивляет и радует вообще. Ну, давайте вскрывать, посмотрим, перед этим я, короче, говорю. Вот он передо мной, сзади у меня все характеристики. Здесь 18 гигабайт оперативной памяти, 512 гигабайт SSD, 12 CPU и 18 GPU ядер. И я думаю, этого достаточно, чтобы просто взрывать на самом деле производительность. Но давайте мы вскроем, пощупаем вот эту магию Apple ощутим, да? Поехали. Итак, что у нас идет в комплекте? Это, во-первых, вот такой провод, ну, прекрасный, в том, очень здорово. Он, видите, на магнитике здесь, здесь у нас Type-C. Ну, реально красиво, прям в том новом цвету Space Black. Хотя мне вот отсюда, вот под этим цветом, больше кажется синим, чем черным. Но, может быть, и дальтоник, кто знает. Дальше у нас адаптер питания на 140 ватт. Ну, пожалуйста. Подтвердили на немецком. Кстати, русский поставлю. Или узбекский есть? Она будет на узбекском говорить нечестно? Нет, нету. Так вот, адаптер питания на 140 ватт. Это прям нормально. Мое почтение. Ну, и макулатура вся эта. Тут у нас есть, правда, стикеры, наклеечки черные теперь. Я вообще не знаю, кто-нибудь пользуется, кто-нибудь их клеит. Есть люди. Только у таксистов я видел иногда вот на заднем стекле, в краешке, там, в углу, в правом верхнем. Вот логотип Apple, а так, не знаю. Кому если надо, напишите в комментариях. Кто пользуется, кто их куда клеит. Пусть мне кажется такой кринж. Что мы знаем про макбуки новые, да, что мы уже имеем и что, думаю, каждый может уже давно и знает. Их есть три вида на M3, на M3 Pro и на M3 Max. Так вот, вот этот цвет вы можете получить только при M3 Pro и M3 Max. На M3 просто такого цвета нет. Вот там другие цвета. По-моему, Space Gray и обычный вот самый стандартный, да, светленький. Сейчас мы на экран выведем, насколько процессоры M3 мощнее, чем процессоры M2. Вот, пожалуйста, они перед вашими глазами. Здесь вся статистика с Geekbench и с тому подобным, что я не очень, на самом деле, люблю. Потому что, мне кажется, надо все проверять. Вот именно эмпирическим методом, способом. Прямо чувствовать ручками, ручками. Туда-сюда, туда-сюда, понимаете? Вот. Я совсем недавно стал обладателем практически такого же макбука Pro на M3. И сейчас расскажу, что же я почувствовал. Можно мне, пожалуйста, мой, мой макбук. Спасибо большое. Рахмат. Вот он. Абсолютно так же выглядит. Но это мой. И сейчас я вам расскажу, почему я его взял. До этого у меня был макбук Air на M2. Причем непростой. Там было 16 гигов оперативки и вроде бы 500, даже 12 SSD диск. Но в последнее время мне просто не хватило мощности. Я немножечко делаю свои видео. Тоже у меня свои какие-то каналы в Инстаграме, куда я выкладываю свой контент. И там бывает, я делаю монтаж, 4 дорожки в 4К. Я не знаю, кого-то это вообще волнует или нет, но я просто говорю, почему мне стал необходим этот Pro. Так вот, макбук Air уже не тянул, к сожалению. На M2 я взял самый жир. Просто если вам показалось, что это не совсем жирная комплектация, что у нас здесь, прошечка, да, сколько у нас оперативочки, 18, то вот это прям самый жир. Здесь 48 гигабайт оперативочки, здесь у нас 1 терабайт SSD и M3 Max. То есть это просто зверюга какая-то. Если вы не занимаетесь видеопродакшном, не пишете музыку, не знаю, не хакаете Пентагон, вам этот компьютер вообще не нужен абсолютно. Тем более Pro и тем более на M3 Max. На M3 можете рассмотреть, если хотите просто перейти на вообще новые процессоры Apple, то рассмотрите. Но вот эти Pro нужны только реально людям, которые занимаются чем-то на них профессионально. Если же вам нужен компьютер для офиса, поверьте мне, я пользовался макбук Air на M2 и просто потрясающий ноутбук. Он и для офиса, я на нем и монтирую, я на нем и треки писал. Поэтому поверьте, для 89% пользователей, даже, наверное, 95% пользователей, макбуки Air на M2 это вот с головой. Это с головой. Эти машины на M3 Max и M3 Pro, ну, вообще не для каждого. Во-первых, они стоят очень больших денег. Это очень, очень дорогая игрушка. Это примерно вот, может быть, вот здесь Matisse, а здесь Spark. Ну, то есть это очень дорого. То есть, если вы знаете, что это вам будет приносить деньги, вы берете такой аппарат. Если это просто вам, ну, в офис или чтобы дома стоял веселяльчик смотреть, вообще не про это. Не надо, не думайте об этом. Если вы обладатель макбуков Pro на M1 и M2, то вам тоже сюда смотреть не нужно. Тут не такой большой прирост производительности, прям не супер гигантский. Кто со старых Pro-шек может перейти, кому уже на старых реально не хватало мощности. Хотя я не знаю, что нужно делать на M2 Max, чтобы тебе не хватало там мощности, я не знаю. Я просто не знаю. Строить новый город в пустыне, там на нем, я не знаю. Но такие есть и там переходят. Ну, а если у вас глубокие карманы, вам реально нужны вот эти вот супер, просто, не знаю, космические корабли, то узнаете, куда обращаться. К нам в MacBrow у нас есть разные комплектации, разные цвета, вообще любые. Все, что хотите, все есть. Обращайтесь, будем вам рады. А совсем скоро мы сделаем обзоры на все MacBook'и, которые сейчас вообще, в принципе, актуальны и представлены в официальной линейке Apple. Поэтому не пропустите. А чтобы не пропустить, подпишитесь, поставьте лайк и напишите в комментариях, какой же я дурак, кто купил такой классный, мощный MacBook Pro на M3 Max. Я знаю, я дурак. Пишите. Пишите.